Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! И сегодня я к вам с рецептом пирога, который больше похож на торт. Я сделаю постный вариант, но можно приготовить классический бисквит, добавив туда яйца, а крем сделать заварным, также с добавлением яиц и сливочного масла. По моему сегодняшнему рецепту пирог получается нежным, аппетитным и очень вкусным. Обязательно попробуйте, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Сначала с одного апельсина я сниму цедру на крупной терке, при желании можно сделать на мелкой. Ну вот получаются такие кусочки, часть цедры я оставлю для украшения, остальное добавлю в сахар и хорошенько размешаю, при этом как бы придавливая ложкой, чтобы сахар лучше напитался ароматом апельсина. Затем нужно выдавить из апельсина сок любым способом. Я это делаю просто руками и затем процеживаю через сито. Сколько бы у вас не получилось, теперь его нужно довести до общего объема 250 миллилитров соком или водой. Для теста в муку добавляю порошок какао, разрыхлитель и хорошо размешаю венчиком, при желании можно просеять. В сахар с цедрой добавляю чуть теплой воды, чтобы сахар быстрее растворился. Можно взять сок, сюда же добавляю соль и ванильный сахар, рафинированное растительное масло и размешиваю до растворения сахара. Подсыпая мучную смесь, сделаю тесто. Оно должно получиться не очень густым. Беру такую форму с канавкой по кругу, а не обычно стандартного размера и обильно смазываю растительным маслом. Выкладываю тесто, отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25, а вы ориентируйтесь по своей духовке на готовность, проверяя деревянной палочкой. Для крема соединяю сахарную пудру, крахмал, ванильный сахар и немного куркумы для цвета. Размешиваю, вливаю заранее приготовленный сок. Далее, непрерывно помешивая, на умеренном огне доведу до загустения. Долго варить не нужно. Буквально до первых булек. Все, крем готов. Готовый корж перекладываю на решетку вверх дном и в получившееся углубление выкладываю крем. Можно прямо в теплом состоянии. Равномерно распределяю и теперь можно украшать по своему желанию. Я по кругу выкладываю молотые фисташки, а на середину оставшиеся кусочки цедры апельсина. Как только крем застынет, пирог можно подавать. Обычно это происходит быстро. Его даже не нужно убирать в холодильник. Посмотрите, какая получается красота! Нежный, мягкий, слегка влажный и без всяких пропиток бисквит. Умеренно сладкий, с шоколадно-апельсиновым вкусом, в котором попадаются кусочки апельсиновой цедры. Я поэтому тру ее именно на крупной терке, потому что после выпечки цедра становится похожа на цукаты. Ну и все это отлично сочетается с ароматным апельсиновым кремом. Тем более вы видели, как просто и быстро готовится этот пирог. Он выручит, когда нужно что-то быстро приготовить к чаю. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Вам не сложно, а я буду рада. Напомню, что у меня на канале уже есть подобный непостный рецепт, где на приготовление пирога у вас уйдет буквально 30 минут. Смотрите также и другие мои видео с не менее интересными и простыми рецептами и подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!